Бойца в стиле муглу клетки, ему 22 года, росту 72 сантиметра, вес 56,8 килограмма. Это его профессиональный дебют, его стиль ММА, представляющий город Грозный, Чеченская Республика. Адам Барахана! А вот его соперник в красном углу клетки, ему 21 год, росту 70 сантиметров ровно, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд, две победы и только одно поражение, его стиль Панкратион. Из города Хасавюрт, Дагестан, Алихан Хатиев. Рефери в октагонии, Ильхан Шибилову. Алихан Хатиев, Адам Барахана, наилегчайший вес. Один из самых популярных в лиге ESA Young Eagles. И у нас сразу подряд три поединка именно в этом дивизионе пройдет. Вообще же, это четвертый бой сегодняшнего вечера. В принципе, это, конечно, феномен. Это феномен, потому что я не знаю ни одной другой организации, может быть, даже в мире. Ну, не будем смотреть на One FC, может быть, да? Которая так много вкладывала бы в развитие этой весовой. Это впечатляет, это радует. Потому что действительно, вот спортсмены, лишенные возможности выступать в других организациях, ну, буквально все, без малого собрались именно здесь, в лиге ESA Young Eagles. Поэтому, наверное, в числе прочего, это и есть главный селекционный промоушен всей нашей Северной Евразии. Хорошее попадание от Хатеева мы видим. Да, подавлю соперники справа, здорово заряжает Хатеев. И еще миддлкик в область печени. Попытка пройти в корпус. Хорошее колено, но тут же отвечает Хатеев. Отбился. Но все равно спиной прижимается к стене. Это, конечно, не в его интересах. Я не имею в виду, не в интересах Хатеев. Но ручки легкие, быстрые. Вот, на удивление. Здорово сейчас отвечает уже, в свою очередь, Барханов. Да, справа пробил и тут же пошел в ноги. Здесь какой-то гильотины. О, скручивает шею соперника. Ну, кстати, взял здорово. Подкрутить бы еще. Здорово выходит сейчас Барханов. Выходит за счет того, что подвернулся чуть-чуть. Хорошее колено навстречу от Хатеева. Да, давайте, честно говоря, шикарное колено навстречу. Очень плотно. И если бы немножко не развернул корпус, было бы, конечно, могли быть серьезные последствия. Меня удивляет, что он вроде бы вот эти боковые, которые считается, что не кидаются настолько на длинную дистанцию. Что случилось? Адам, как прокомментируете? Я так и не понял. Что-то не понравилось Барханову, а вот что конкретно непонятно. Ну, может быть, где-то там, не знаю, случайно пальцем в глаз попал или за перчатку схватил. Это только сами спортсмены узнают. Итак, Барханов подхватывает к сопернику. Есть перевод. Качественный тейкдаун. Так, ну, контроль есть. Контроль есть. Контроль мы видим. Сейчас в основном стоят партери за счет стены. Здесь от стены предельно далеко, в самой середине клетки находятся спортсмены. Поэтому, скорее всего, пока здесь будет именно такая работа. Классический корпус голова. Пытается забрать с Киева. Здорово, здорово, здорово. Не позволяет этого сделать Хатии. Снова на ногах. И здорово снова Хатии встречает. Барханов активен, он старается. И тоже есть, конечно же, действия, которые мы можем ему вынести в актив. Ну, более-таки акцентированные удары пока наблюдаем именно в исполнении Киева. И вот еще одна попытка перевода. И тут же на гильотину нарывается Адам Барханов. Не в ту сторону, правда, немножко делает. Но, видимо, да, не делает. Освобождается Барханов. Лучше голову под себя закручивать. То есть, как бы частично гушить грудью. Вот такой вот нюанс. Ну и... Насколько здесь можно... Ух ты, шикарный, шикарный свип. Здорово. Шикарный свип, очень здорово отработал. При этом руки на корпусе в атакующей манере держал Барханов. Сырнов, очевидно, готовился продолжать борцовский прессинг. Здорово так по плоткам раздергивает он своего оппонента. То вверх, то вниз ныряет. Вы знаете, честно говоря, вот совершенно загадка для меня. Кому и за что отдавать этот первый раунд. Ну, во-первых, потому что я не считал, кто что больше сделал. Во-вторых, потому что настолько приятно было смотреть за происходящим, что как-то даже и не хочется особенно рассуждать о том, кто победил, кто проиграл. Красиво, классно смотрится поединок. Бойцы показывают отличный бой. Да, соглашусь. Подпишись. Да, соглашусь. Здорово. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обычно не прыгают так далеко в проход ноги Как это делал сейчас Бараханов Но у него была такая возможность Потому что за спиной у Хатиева была сетка И он знал, что к сетке не оступит Тут только если уходить в сторону можно было Смотрите, набрасывает удар один за другим Бараханов Удары очень неплохие Мы помним по предыдущему поединку Насколько оценивают судьи именно акцентированные удары Действительно, это, видимо, приоритет У судейской бригады Я так понимаю, если брать предыдущий поединок Там очень высоко была оценена концовка второго раунда И первая часть третьего Ну, да, такие наши предположения И вот Судя по всему Сегодня будут в первую очередь оценивать Такие акцентированные удары При том, что правила единые Все равно Судьи, конечно Имеют свои приоритеты Каждой судейской бригады Свои Как говорится, художник так видит Так и судья Я судья, я так вижу Нет, ну, в данном случае, конечно, у нас очень сильная судейская бригада Опытная, поэтому И то, что она объективная По крайней мере, старается быть В этом я уверен Да, и в их квалификации, конечно, мы не сомневаемся Хороший Снова мидлкик на выходе И не один уже в область печени выбросил Эти самые мидлкики Адам, вернее, Хати Алихан Естественно Они рано или поздно могут дать о себе знать С открытым ртом Сейчас Дышит Хати Значит, он немножко устал Ну, чаще всего это значит Что он немножко устал Еще одна попытка перевода Чуть более уверенно себя чувствует сейчас, да, Бараканов Да, он первым номером атакует Он нахватался, но тем не менее Идет вперед, по-прежнему вперед, как маленький танк Хороший Локоть Классный локоть Второй раунд завершен Интересный Интересный второй раунд То ли еще будет Ну, по крайней мере, будем надеяться Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, третий заключитель Действительный раунд Противостояние между Адамом Барахановым и Алиханом Хатеевым На легчайший вес Я напоминаю, это И это Янг Игос 34 И бой под номером 4 Хорошая попытка правого кросса Но не на цели От Бараханова И вот тут очередная попытка тейкдауна И очередной раз очень близок К его успешному завершению Ну, кстати, сейчас в целом неплохой захват на шее взял Хатеев, но скрутиться не позволяет Включить спину не позволяет сетка Поэтому, ну, в общем, знает, что нужно сделать для победы Адам Бараханов Он уже почувствовал, что получается у него делать переводы И, собственно, он их и делает Вот так вот, сквозь всего, и ноги Ух ты Попытка Кимура Здорово! Неужели? Очень близок к завершению сейчас Очень давно я не видел, чтобы делали этот прием Выворачивается и молодец какой Адам Бараханов, а? Да, шикарно уходит с этого приема, с болевого Ну, действительно, классическим приемом на сегодня уже является Кимура Другой момент, что действительно очень давно не видел, чтобы она проходила Сам Махачев ее успешно реализовал Да, но в позиции сверху В позиции сверху А вот в позиции снизу я этого не видел очень давно Да, ну, здесь, конечно, научились И находясь снизу чуть легче, наверное, защищаться Потому что ты можешь перевернуться, где-то тебе еще Танбас помогает Ну, в Прайде, я помню, очень много таких было, знаешь Там тот же первый бой Фабрицию Вердума с Листаром Аберимом вспоминается По-моему, там как раз была Кимура снизу Сейчас, ну, как-то... Ну, даже исполнить нечего Да, особенно на высоком уровне они не проходят Кимура свит проходит Когда ты показываешь Кимуру, а вместо этого переворачиваешь соперника Это да Впрочем, я уверен, она еще вернется Она, в смысле, Кимура Хотя, правильно говорить, он Кимура Потому что, во-первых, прием он А во-вторых, собственно, он назван в честь господина Кимуры Который победил Кого-то из представителей семьи Грейси Именно этим узлом плеча Это японский мастер дзюдо Еще одна попытка гильотина Ну, теоретически, кстати, почему нет При хорошем захвате и хорошо подкрутиться Ну, просто, кажется, не очень наработан этот прием у Хатеева Да и, в принципе, я не очень много людей знаю Кому совершенству владеет, в принципе, приемом гильотина Да, да и не все ресурсы своего тела использует Хатеев Здорово, конечно же, и Бараханов в этой моменте читает Я так понимаю, он уже обыденно к этому относится К этим всем попыткам Попробовал сам сделать проход Алекхан Хатеев И было, в принципе, близко, казалось, какой-то момент, но нет Хорошие джебы Но руки уже опущены практически У Хатеева очень устал Очень устал Алекхан Хороший апперкот Шикарно на выходе тоже боковой О, классный лоу-кики, но все в порядке Показывает Адам Бараханов Да, минута до конца Очень интригующий, конечно, поединок Стоят друг друга спортсмены Интересно смотреть за происходящим Очень хороший боковой Шикарный лоу-кик Серия даже лоу-киков Еще одна попытка удушающего приема Ну, гильотину через руку очень трудно сделать, да Тем более, когда ты не слышишь Треть секунд до конца И, в общем-то, наверное, содержательная часть этого поединка на сегодня Да, на сегодня практически пройдено Что ж, 10 секунд классическая работа, корпус-голова, локти сверху Здесь чуть более эмоции дал Алихан Хатиев уже после финальной сирены Махнулся ногой Но все-таки поединок этот уже завершен И поняли друг друга бойцы Теперь же мы ждем официального вердикта Есть определенные предположения, но мы лучше их не озвучим Да, да, да А то потому что, если какие-то у нас Если наше мнение с судейским разойдутся Там несколько бойцов Снова А вперед даже комментатор сказал Как будто бы наше слово это последняя инстанция Да, да, да А наше слово тем временем Плюс предпоследняя инстанция Да, и это всего лишь мнение Ну, кстати, есть такая штука Как судейский арбитраж В Союзе ММА-Россия Есть такой орган Который рассматривает Там апелляции какие-то И прочее, прочее Поэтому, наверное Именно это можно назвать последняя инстанция Ну, до этого никогда не доходит, как правило Ну что ж, есть решение Давайте, давайте же его узнаем Дорогие друзья По итогу судейского решения В данном противостоянии Единогласным решением судей Победу одержал Борец из Сириогра Адам Бараханан Да, короче